Задача пристроить к этому курятнику примерно еще такой же, с левой стороны, примерно такой же площади, и сделать выгул для кур, во всей протяженности этого зеленого гроздника. Вот я начал уже делать, то есть от забора с соседями я отмерил одно расстояние, 2,70 мм, здесь сделал сквоз, не прямой угол, а такой вот косой, чтобы проглядывалась территория вот в окна, в окна из зала первого этажа, чтобы проглядывалась, простреливалась территория, вот например стоит культиватор, вот он сейчас из окна виден, а если я сделал прямой угол, итак, здесь я приварил в окна из зала сеткой, сеткой вот этой вот, полутора метра ширины, вот этой сеткой, и через каждые два с половиной метра, по этой нитке, будут стоять столбы, ровно полутора метровой высоты, больше не надо, вот как там, вот как там, вот они, копаны столбы, они полутора метровой высоты, то есть в ширину сетки, сетка раскатывалась без стыков, закреплялась, вот этот столб, на том же расстоянии, что и первый, и вот еще один столб, это уже граница, вот еще третий столб, вот и граница нового помещения для культуры, ну вот в масштабе посмотрю, сейчас посмотрю, в масштабе, издаля, вот так, чуть побольше помещения будет, ну я рассчитывал каким-то своим там соображением, учитывая не только геометрию, но и геометрию тоже, в частности, перпендикуляры, геометрия, потому что этот дом, он развернут, относительно, относительно вот той границы между соседями, относительно вот того забора, проглядывающего там, он скорее стоит параллельно вот этому забору, но здесь участки нарезаны под непрямыми углами, поэтому получилось, что дом стоит развернутый, как бы сверху, против часовой стрелки, его бы, если повернуть по часовой, он бы стал параллельно вот этому забору, но не параллельно этому, поэтому я решил это дело исправить и сделать параллель, но все-таки двор имеет свою конфигурацию, она уже привычная, я хочу, чтобы это не ломать стереотип, вот есть у нас линия, когда она заросшая такая, куры придут все подсчитывать, вот привычную, вот я кашу, допустим, границы козона, вот нитка идет, вот так она и будет тянуться, вот это все, вот так роются ямки под столбиками, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все в нулях стоит. В нулях. Теперь если в створе посмотреть, то у нас P-образная воротина будущий косяк для будущей двери он как бы уходит у нас левее. Внутрь. Что можно сделать? Эти столбы крайние. У меня не запатонированы. П-образная воротина он вроде как вбит уже. Бетонировать можно. Что можно сделать? Можно ввести вот тот влево. И посмотрим может быть этот тоже влево. Сейчас покажу как выглядит ямка. Вот выглядит ямка. Если вот эту ножку столба уводить сюда путем вколачивания допустим вот такого камня то вполне можно ввести. Сейчас попробую. Для вколачивания я использую специально металлический такой прут. Тяжелый. 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 еще можно помочь левее и смотрим с в в в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 соответствующую грань, чтобы он развернулся. Лучше класть плоткостью. Можно размочить яму водой, и тогда легко повернется вся эта конструкция с рычагом. Так, рассмотрим общую тенденцию. Общее выравнивание есть. Вот что было под рукой. Сварил вот такую лабуду. Все.